Добрый вечер, меня зовут Антон Польский или Мэй. Я вообще уличный художник, искусствовед, социолог. Да, что было, не должен был антон. А, ладно. А социолог, сейчас вот на социологии в магистратуре в Петербурге учусь. Как раз первая, буквально первая книжка по истории социологии у нас была Марсель Маус, это ученик Тульхайма, книжка под названием The Gift, подарок, который в социологическом антопологическом учредении исследует вообще сам феномен подарка. И, не знаю, если читали или не читали, рекомендую там интересное, там, в принципе, как главное в подарке, это периодичность, когда подарки возвращаются назад, в каком объеме, то есть это очень все прописано между племенами, в основном это были подарки какие-то, наш преподаватель в основном на женщин упирал, то есть там количество женщин, которые дарят подарок одного племени и другой, и потом через год, допустим, на одну больше. Ну вот, в общем, занятная книжка. Вот, ну, собственно, я как галопом по Европам покажу презентацию свою, которая просто описывает то, чем мы занимались последние лет пять. Сейчас я, как будто, учась последний год в магистратуре на социологии в Петербурге, в Европейском университете, больше занимаюсь исследовательской деятельностью, меньше там активизмом, создание каких-то сообществ. Вот, ну и до этого вот в большей степени занимался как раз проектом продизайнинг, рядом других проектов, которые так иначе связаны с искусством вовлечения, различными проектами связаны, как иначе с созданием сообществ. Ну, в принципе, сообщество – это все, что угодно. Мы все сейчас создаем сообщество в некотором смысле. Вот, вопрос того, как его создавать, на каких-то основах, на каких-то более авторитарных, антиавторитарных построенных в политических взаимоотношениях, или как вот с идеей такой экономики дарения, такой большой семьи расширенной. Можем расставлять весь мир, всю семью, можем расставлять весь контент, всю информацию, все ресурсы, как некие общие ресурсы. Тем самым, это как бы путь построения каких-то новых форм жизни, по факту. Ну, в некотором смысле мы этим и занимаемся. Я начал заниматься различными проектами в городе, стрит-артом, граффити в конце 90-х годов. В общем-то, история со стрит-артом – это тоже такая история с созданием каких-то нового типа, что ли, сообществ, уличных сообществ, которые так иначе взаимодействуют со всем обществом, а не с какими-то более узкими, галерейной средой, или так, что-то в этом духе. Занимался разными стрит-артом, вовлекая людей, как бы, по крайней мере, в формате искусства в какой-то диалог, провоцируя их, занимался какой-то выставочной деятельностью. Собственно, в 2010 году создал первую велосипедную карту города Москвы, которая, в общем-то, для меня открыла путь в такое большое сообщество. У меня начали многие писать, начали про это снимать всякие сюжеты на разных каналах, вот, и через это я познакомился с всякими урбанистами, программистами, разными людьми. Вместе с ними мы начали делать всякий городской активизм, и эта велокарта, она повлияла на какие-то городское развитие во многом. Велокарта, ну как, то есть, ну, первое, что я сделал, я просто взял карту Яндекс Москвы, нанес на нее веломаршруты, которые я сам разрабатывал и при помощи моих друзей. Очень долго по городу ездил на велосипеде, отметил различные места, где мы куда можем доехать на велосипеде, какие-то интересные, вот, и смотрел таким манифестом нового городского образа жизни. Сделал сайт, собственно, там все опубликовал. Дальше, ну, следующим шагом было сделать уже в городе непосредственно велонавигацию, показав, что можно своими руками это делать. А потом, собственно, написал несколько статей про это на Lookat.me, когда он был еще такой UGC, User Generated Content. А потом, когда уже начал работать, когда вилладжи, мы делали такую краудсорс-карту с велопарковками. То есть, в тот момент, в 2011 год мы решили, что велопарковка является наиболее таким символическим актом вовлеченности в дело перепроектирования города. И, собственно, была такая карта, где можно было размещать точки, где есть велопарковки, где хотелось бы быть, чтобы были велопарковки при помощи голосования. Мне кажется, в фейсбук голосования можно было добавлять количество лайков для той или иной, предполагая, велопарковки. Дальше мы устанавливали в вилладжи эти велопарковки в тех местах, где они нужны были, где больше всего голосовались, договоренности с каким-то мелким бизнесом, который там находился. Тем самым, создавая такую сеть между мелким бизнесом, людьми, чиновниками, создавая такую карту. Ну и, собственно, потом это все переросло в такое движение «Делай сам», фестиваль, конференцию, кинофестиваль, который мы сейчас организовываем дважды в год. Ну и теперь немножко о проектах, и с чего все началось. Вот мой друг, он делал такой проект с вовлечением горожан, соответственно, жителей одного многоквартирного дома. Люди живут вместе, мало общаются, если какая-то проблема или какая-нибудь идея обсудить, возможности обсудить нету. Он сделал очень простой такой художественный, такой активистский жест. Повесил доску в лифте, ремонтировал, если что-то там поломалось, вешал маркер, губки. И, соответственно, люди просто писали свои сообщения. То есть, Евчене он там пол-трех месяцев, кажется, он документировал, что люди писали. Соответственно, люди обменивались какими-то сообщениями, типа на кого-то наезжали или предлагали показаться на великах и тому подобное. Соответственно, такая возможность для коммуникации. И, в общем, очень простое действие, при этом, которое помогает людям пообщаться. И, в общем, людям начали писать, типа, как лучше это сделать. Ну, очень просто впить доску и просто привесить ее в лифте на какой-то жидкие гвозди. Ну, вообще, вот эта идея вовлечения в искусство, она мне очень симпатична. Она, по-моему, одна из самых прогрессивных в искусстве. То есть, когда мы сравнимаем жителей, зрителей, вообще людей не как потребителей, а как со-создателей. И, собственно, это проявляется практически вовсюду. А в разных областях, в междисциплинарной области, в социологии, активизме, истории искусства и много где еще, везде это, как бы, очень популярная тема вовлечения людей. В данном случае это такой интерактивный опрос, чего не хватает в городе. Люди баллончиками, маркерами дописывали. Получился такой совместный манифест небольшой. Ну, потом мы разрабатывали альтернативный генплан города в 2010 году, как некая реакция на официальный генплан Москвы и того времени. Ну, и сами потом реализовывали, как бы, влоббировали. Какие-то наши друзья оставились там советниками всяких главдепартаментов. То есть, все это начиналось с такого совсем низового активизма и дальше развивалось дальше. Ну, это вот пример тоже коллективных действий, когда, допустим, птицы вовлекаются в наш такой новый коллективизм. То есть, соответственно, художник по имени Женя Озик, он сделал такой проект в Пасху в Пасху в Московских парках. Вот для белков можно? Нет, для дроздов. Белков, я думаю, что да. Это вообще для дроздов или каких-то птиц. Ну, не знаю. Он красил специально. Всегда биробелок ничего не знают. Может быть, белки тоже оккупировали какие-то из квартир. И там шумят дрозды, там стучат. Стучат. Чик ли вы шумите. Ну, в общем. Ну, собственно, потом мы сделали наш проект с сайта. Вот про дизайнинг. Это как некий такой манифест и идея, и термин. Он на русском, на английском. Мы создали такое, ну, как бы сообщество, можно сказать. Но, в общем, мы скорее такой, то есть это как гид. Как можно делать такие вещи? Берем интервью, описываем какие-то проекты, которые мы делаем. Еще создаем какие-то социальные сети между различными активистами в разных городах по всему миру. То, что много путешествовали. И на английском, и на русском. Соответственно, потому что много интереса к тому, что в России происходит. И есть какие-то интервью с разными людьми, которых мы повстречали. Ну, и, собственно, бальзаник – это также термин, который мы как-то продвигаем. Можете прочитать, что это примерно значит. Ну, а потом разные проекты. Сейчас вам буду так быстро показывать. Надо последить за временем, потому что тут много слайдов. А времени не очень много. Это на Красной площади, перед выборами. Шутка политическая, все поняли. Дальше. Это, собственно, Дума, парламент. За пару месяцев до парламентских выборов. В общем, понятно. Это в Питере проект с зонами. То есть, в принципе, в этом меньше сообществ. Скорее, это такая идея того, что такая политическая напряженная ситуация. Что делать? И, в общем, идея в том, что мы не должны… Собственно, я про протесты чуть дальше еще скажу. Но, в целом, это идея того, что мы не противоставляем себя какой-то системе. Становляясь частью этой системы, мы создаем какую-то новую зону автономии, в которой мы создаем новое сообщество. Новое общество. То есть, собственно, эта идея сообществ в некотором таком автономном положении от такого большого общества – это, в общем-то, то, что мы благодаря социальным сетям, интернету, кухням можем создавать. Ну, в общем, это проект. Ну, это Триумфальная площадь, Маяковский там сзади там орчит. Вот это за пару дней до выборов, так немножко вброс информационный. Кто? Как мы все проходим? Ночью. Про дизайнер. Ночью приезжаешь на велосипеде, вешаешь. За два дня до выборов вот это, потом это по твиттеру все раствитят, потом через два дня выборы, потом через два дня на этом месте массовые. Протесты. Что? Были инциденты, что кого-то ловили? Нет, это партизанин. Такие, никого не ловили. Никого не ловили. Это почему, как бы, там, прежде чем мне помогал, вот, когда это вешал пьяный, пьяный художник, который что-то на Мосфильме делает, и он был пьяный, говорил, он наштугал власть и говорил, как же ты на них работаешь? Зачем же ты вешаешь такие ужасные лозунги? Я слушаю радио Свободы, я знаю, что эта площадь значит для оппозиции. Вот я ему говорю, чувак, проспишься, придешь в себя, утром сходи, прочитай, поймешь, о чем он здесь. Что он там вообще не понимал, о чем. Ну, вот, как бы, пила, такой проект мы делали с немецким художником, делали воркшоп, вместе долго-долго делали, создавали такую огромную надувную штуку, которую привезли на велотележке, развернули, и потом огромной толпой на Молодной площади носили. Это пила, символ коррупции. Ну, дальше немного самодельного ремонта, собственно, идея того, что город принадлежит нам, можем сами его делать. Немножко, не совсем про комьюнити, но немножко, как бы, такой комьюнити, скорее, как бы общая идея людей, которые более ответственно относятся к городской среде и относятся, как бы, к политическому такому вызову, что нужно, там, не власть менять, а, как бы, нужно менять, собственно, общество снизу через, скажем, самодельный ремонт. Ну, вы видите, что делается с зебрами некоторыми, да, беленькая, вот она ее покрасила, соответственно, такая антизебра получилась. Лавки, как тоже такой социальный элемент, сделали лавки оранжевые, поставили по городу, потом покрасили одну в серый, на Эхо Москвы написали, что, скорее всего, из-за оранжевой угрозы. Появилась оранжевая революция, просто сделать лавку ему убить нельзя, поэтому ее покрасили в серый. Карту метро делали партизанскую, ну, меньше про сообщество, но, тем не менее, такая карта, в которой интегрированная железная дорога, ну, и, в общем, тоже при нем говорили, писали много. Так, ну, пандусы, это люди сами делают, ухудшайзинг, наверное, можно улучшать, ухудшать, это тоже такое высказание на тему парковки тяжелой, ну, вовлечение от гаража. Мы делали такой проект, он тоже очень большой, особенно за границей масса всяких книжек попал, проект с почтовыми ящиками, развешивали по городу почтовые ящики с вопросами, как улучшить жизнь в районе, потом мы делали еще различные вариации с такими интерактивными опросами, соответственно, вовлекая людей в какую-то игру по перепланировке городской среды, потом собирали письма, собирали какие-то очень серьезные письма, с таким анализом, где нужен пешеходный переход, а также какие-то безумные письма от, значит, Дмитрия Москвича, который просит истребить все такси, просит автоматы хватайки поставить, магазины с мультфильмами, масса всяких идей, иногда что-то улучшалось, ну, тоже такое, в принципе, вокруг сообщества это все построено. Ну и дальше, как бы сами, что в ящике они превращались в такие тоже объекты искусства и вызывали дискуссии в интернете. Дальше делали со стрелки воркшопы, тоже размещали эти ящики, увлекали людей, допустим, делали с детьми в Митино детские игровые площадки, которые дети вместе со взрослыми делают. Это идея Adventure Playground, то есть таких площадок, которые делают сами дети, на которых сами играют. То есть взрослые, скорее, помогают материалами и смотрят, чтобы дети не поранились, но при этом дети сами конструируют что-то и потом совсем по-другому относятся к тому, что они сделали. Ну и вот тут обмен книгами. В общем, это такая модульная архитектура, придуманная норвежскими архитекторами. Вот, соответственно, домульная архитектура, которую можно использовать по-разному. Другой воркшоп в Отрадном. Использовался, соответственно, медиум-носитель, вот эти вот рекламные носители, сэндвичмены и такие желтые бумажки, которые раздавались вроде бы рекламу. На самом деле тут идея, значит, Сила в соседях, легендарная Отрадная, там различные легенды этого района. А потом рекомендации, как можно, собственно, какое-то создавать сообщество у себя на районе. Потом наши вот эти велотележки, которые мы все время используем, это самодельная велонавигация, которую мы с ребятами из Нью-Йорка делали в Тропарево-Никулино. Ну и потом вот использовали сейчас дроны, эти все коптеры используют. Тогда, в 2011-м, их еще особо не было, поэтому использовали балун-мэппинг, такой шар с гелинг, на котором приклеиваются камеры, и потом дальше можно тоже фотографировать, такая много уже устаревшая технология. В 2012-м году мы в Питере делали тоже воркшоп, связанный с исследованием района. В принципе, это начал нашей такой же социологической и больше исследовательской работы. Следовали тут горожан, жители узнавали, какие у них там есть проблемы, как они живут, иногда к ним пытались попасть домой. Нашли вот два таких пункта. Это скамейки, которые люди специально ломают, чтобы не тусовались подростки-алкоголики. То есть мы всегда думали, что скамейки – это такое социальное место, куда люди могут прийти и ставить какое-то мини-сообщество. Но выясняется, что в такой зачищенной регламентированном пространстве, в котором как бы все чистенькая травка, то часто люди там как бы не… Они могут ходить, проходить, могут транзитно проходить, но тусоваться там не могут, это им не принадлежит. И часто люди обустраивают какое-то пространство, ставят забор, возможно, туда можно зайти на территорию, но там может не быть скамеек, потому что люди не хотят, чтобы там кто-то сидел, этим пользовался. Наш герой Борис Озеленитель, который там навел шороха, сделал свой сад и вовлекал местных людей, очень классный чувак. У него мало места, он живет в коммуналке, поэтому начал обустраивать двор и создал целое сообщество там. Это карта. Выяснялось, что некоторые люди, в основном подростки, не любят этот район, потому что там нет места, где потусоваться, алкоголиков тоже оттуда выгоняют. Соответственно, мы как-то задумались, что с этим делать. Потом мы придумали, что нужно делать площадки для алкоголиков. То есть идея в том, что сообщество каких-то людей, типа, не знаю, мам с колясками или еще что-нибудь, это все гораздо легче, есть места для них, и можно там где-то договориться, встретиться. Есть специальный сервис, допустим, Meetup, к примеру, как называется. Вот я как бы в Нью-Йорке познакомился с владельцем и создателем Meetup, там что-то с ними тусовался, потом они меня еще приглашали, я делал там в офисе Meetup презентацию про все наши проекты, они тоже им очень понравились. И, собственно, они рассказывали, что самые главные пользователи Meetup'а – это мамы. И потом они начали использовать, и активисты, скажем, могут тоже использовать Meetup, но скорее это как бы в первую очередь главная целевая аудитория – это мамы. Но они как бы тоже, на самом деле, их надо со счетов сбрасывать, потому что мамы с детьми, на самом деле, не будем сексистами, папы с детьми тоже бывают, у меня тоже есть тропионок, его, в принципе, папы тоже бывают, не работают, а мамы работают. Я сам в таком ситуации находился некоторое время. И, собственно, как бы очень много времени свободного, есть возможность что-то поделать активистам. Что еще? Ну вот мы делали проект с таким фейковым мэром Урбановичем и как раз, собственно, обрабатывали эту идею того, что очень важно в любом сообществе работать с людьми, которые исключаются. То есть тема исключения, она очень важна. То есть если городские власти делают там пар горько, он классный, там средний класс всем очень нравится, хипстеры всем нравятся, но при этом, скажем, а что там о каких-нибудь эмигрантах, алкоголиках и тех же самых, каких-то еще людях, которые как бы исключаются. Те, кто не имеет права, скажем, голоса на выборах, что об этих людях. И обычно, ну, как бы вандолин, как мы как бы выяснили, он как раз исходит от тех, для кого не сделаны, скажем, условия. Если есть детские площадки, там есть дети, но они для кого-то определенного возраста, подросткам там делать нечего, а где им тусоваться, они приходят на детскую площадку, начинают там все разламывать. Конечно, важно создавать что-то для них. Вот, ну и мы, соответственно, начали делать какие-то проекты, вот там, скажем, лавка для пьяниц, место для пьяниц непосредственно, чтобы там мам с детьми оттуда выгонять, для них есть другие лавки, а вот это для пьяниц, это для них место, они могут там тусоваться, социализироваться. Вот. Ну и там, что там пьяницы, мы с ними поговорили, алкоголики, они сказали, слишком как-то offensive, а вот та пьяница, это норм. Вот. Значит, лавка для бездомного мы решили, ну, реально с Курским вокзалом, там вообще очень большая проблема, не заниматься с 11 до 8 утра, вот, соответственно, как бы днем можно, окей, мама с колясками, окей, вот, но потом, как бы в 11, вот, и типа все, это место для бездомного. Вот. То мы делали, ну, навигатор, ну, тоже в метро, потому что, скажем, ну, часто, то есть есть места там для инвалидов, еще каких-то, ну, скажем, для людей, там, там было для шумной кампании с магнитофоном, для бездомного с собакой и большой сумкой баулом, для тех, кто хочет познакомиться, разные такие вот места, которых, как бы, ну, нету. Соответственно, вот этим людям, как бы, физические пространства нужны, если они внутри, в принципе, могут где-то познакомиться, там, какой-нибудь Тиндере, или там сеть для бездомных, вот мы тоже сделали, чуть позже расскажу. В общем, выборы, сделали выборы, еще потом в день выборов, вот, в московских, ну, вот для детей, что самое скучное, всеми сильные, самые вкусные конфеты, ну, если хотите снимать. Вот, это для детей, и дети, собственно, мы делали большой воркшоп с детьми, и потом вот это, как бы, такая финальная точка, где дети в день выборов могли голосовать. И для взрослых, тут тоже такие вопросы, когда можно пройти в метро бесплатные варианты ответов, что нужно запретить в Москве и кто во всем виноват. Вот, ну, и варианты, то есть такие интерактивные опросы можно вешать в городе, как постеры, это, ну, прикольно, как бы, вовлекает людей в процесс обсуждения, тоже вот мы придумали, такой носитель интересный. Так, еще пару проектов быстро. Город других, это карта и сайт для бездомных, соответственно, бездомный, живущий на улице при помощи своего айфона может... Вот, ну, может в среднем переночевать. Вот, ну, соответственно, интересно было, мы, значит, делали презентацию этого проекта, но можно скачать и просто можно скачать, эти карты, они обновляются, там, добавлять, можно что-то, ну, на сайте прототип, там есть ссылка, и можно, соответственно, скачать и просто бездомным раздавать. Если вы увидите какого-то бездомного, который где-то живет, хотите помочь, вот, это вариант. И вот, и мы сделали презентацию, собственно, вот эта площадка для алкоголиков сделали прототип, это все в манеже на Московском Румен-форуме все это презентовали. Значит, ля-ля-ля, вот, это, собственно, площадка для алкоголика. Так, ну, тут еще один проект короткий, это я делал, я решил захватить Европу целиком, вот, ну, поехал. Это карта России в 2018 году, города, ну, это как бы не совсем про сообщество, но так, вроде, немножко еще пару проектов. Это карта России, вот, Варшава, Минск, Киев, это все города, типа, российские, где будет чемпионат мира по футболу проходить. Вот, ну, я, собственно, поехал попутешествовать по Европе в качестве арт-проекта, решил немного захватить и, как бы, русский мир, русское сообщество как бы, много расширить, вовлекая в него вот эти варварские европейские народы. Соответственно, вот, это важные вещи, поехал на поезде, пообщался с такими западными организациями, планировали проекты захваты Европы, встретился с местными партизанами литовскими, литовскими, навскими военными, ну, тоже сообщество по своему. Вот, это мой маршрут через Минск, Вильнюс, Ригу до Амстердама. Вот, собственно, как бы, вот, мы начинали с велодорожек, закончили танкодорожками по Европе, вот, для российских танков. танк, вот, это танк по Амстердауну, течение недели я ездил на таком танке, как раз в момент такого, вот, всего кризиса украинского, и, в общем, люди прикольно реагировали. это, это да, да, это вот как раз в мае 2014-го это как раз было, ну, меня пригласили, там был фестиваль интервенций городских, я решил, как бы, немножко переосмыслить этот термин интервенции, как бы, скорее вернуть этому изначальное значение. Захватил местную радиостанцию, встретился с местными политиками на центральной площади. это вот местный политик, которого я захватил в плен. Вот. Ну и последний проект, быстро, вот, это с детьми, мы сделали проект, я работаю второй год, в этом году сейчас поеду в лагере работать в ажатом, и вот с детьми очень классно работать, создавать сообщество. Мы сделали общество мертвых слепней, сообщество, которое встречалось на, это вот, собственно, участники сообщества нашего, вот, мы собирались на кладбище мертвых домашних животных под, недалеко от лагеря, вот, и, значит, обсуждали различные там вопросы развода родителей, различные там взаимоотношения полов, и разные-разные вопросы, которые взрослые с детьми не обсуждают, создав какую-то такую особую атмосферу, доверие, мы, собственно, все это обсуждали. Я, как бы, просто чисто модерировал, и дети, подростки нас сами обсуждали все это. Потом мы устроили небольшой протест в лагере, требуя больше йогуртов, больше сладкого. Тут на английском, потому что она английская группа была, и мы учили английский при этом. Меньше сахара, некоторые просили больше сахара, некоторые просили айфон, который отобрали у ребенка и тому подобное. Потом мы это в Никола-Ненивце, там, большой фестиваль о расстоянии, мы там, собственно, сделали одну партизанскую кассу за сладкой, и люди, которые приезжали, мы со шлагбаумом останавливали машины, стопили в лесу на подъезде к Николу-Ненивцу и, значит, собирали сладкое, вот видите, разбойничье логово практически, и там очень много мы, конечно, поймали. Это первый улов еще до начала фестиваля, а уже, как во время фестиваля, мы много еды набирали, и, конечно, все дети, это как бы арт-проект такой был, вот, соответственно, дети сказали, что это лучшее искусство, которое они когда-либо видели. Ну и в конце мы решили, как бы уже, ну здесь мы очень многое обсудили, и о многом мы договорились, что родителям лучше не знать, вот, и, соответственно, мы все это собрали, написали какие-то вещи, с которыми хотели попрощаться, отрезали у каждого полоконный волос, собрали все в большую коробку, надели наши красные мантии, упаковали во флаг, в сумку собрали, значит, различные уже какие-то вещи и хворост, и пошли, все это сожгли ночью, потом пели какие-то песни, встретили рассвет, ушли до дальнего болота, значит, прошли по мосткам, такой очищающий эзерический три, мимо осиного логова, гнезда, дошли до дальнего, значит, поля и встретили там рассвет, тем самым, как-то создав уже наше секретное сообщество. Ой, ну про последний проект уже не буду рассказывать, нет времени. Это проект с газеты «Правда» в Петербурге, но это уже на это нет времени. Спасибо.